Добрый день! В эфире «Фабрика грез». 6 декабря одному из самых ярких и талантливых артистов современности Александру Балуеву исполнилось 60 лет. Удивительно, но актер, входящий в первую десятку звезд российского кинематографа, до сих пор не имеет никаких званий. Хотя известно, что в свое время Александр Балуев сознательно отказался от звания заслуженного артиста России, считая, что артист либо любим зрителями и существует для них как явление, либо нет, остальное же не имеет значения. Сегодня Александр Балуев один из самых востребованных актеров российского кинематографа. И в первую очередь потому, что не является заложником одного амплуа. Помимо брутальных героев, детективов и боевиков, Александр блестяще играет и в психологических лентах, и в комедийных. Иностранцы России придумали анекдот. Вчера пил с русской водка. Чуть не умер. Сегодня с русской апофемия ляца. Лучше бы я умер вчера. Ха-ха-ха! Окончив школу студию МХАТ в 80-м году, Александр получил предложение сразу от нескольких московских театров. Прослужив 6 лет в театре советской армии, он перешел к Валерию Фокину. Но и в театре Ермоловой Балуев задержался ненадолго. Не желая быть привязанным к одному театру и одному режиссеру, Александр в конце 80-х, как говорится, уходит в свободное плавание, предпочитая работать в антрепризах, где, по его словам, работает свое удовольствие. Я считаю, привыкание к определенному месту, к одному театру, к одному режиссеру закабаляет. Это уход актера по своей природе, как мне кажется, довольно свободолюбивого, независимого человека по доброй воле в рабство. В антрепризе приятнее, там взаимоотношения более откровенные, независимые, выбранные по собственному желанию. Для любого артиста это очень важно. В кино Александра Балуева заметили не сразу. В течение восьми лет он снимался исключительно в эпизодах. Однако роли в двух картинах гениальнейших художников, сюрреалистической ленте Александра Кайдановского «Жена Керосинщика» и эстетской ретро-драме «Ивана Даховичного Прорва» сделали его одним из самых харизматичных актеров молодого российского кинематографа. Предложения от режиссёров стали поступать одно за другим. Владимир Хатиненко снял его в «Мусульмании». Юрий Грымов – «Муму», Гарик Сукачёв в «Кризисе среднего возраста». Товарищ, товарищ, я прошу дать мне право лично уничтожить этого человека, который до сих пор оставался моим другом. Александр Кайдановский стал для Александра Балуева своеобразным крёстным овцом в большом кинематографе. Кайдановский очень много дал Балуеву понимание кинематографа как искусство с большой буквы. Кто придумал выставлять мертвецов на главной площади нашей широкой Родины, на воззрение прохожих? Да. Вот. С потопленными взорами они выйдут из могил, подобно российским кузнечикам, Торопясь поспешными шагами за призывающим ангелом, вопрошает умерший, обратившийся в прах. Должны ли мы жить? Ангел им, да. Произойдет воскресенье. Они велите вратиться нашим отцам. Верните поколение, которое нам предшествовали. Ангел им, мы истребили их, потому что они были преступны. Они, что ждет наших детей? Эй, ангел, для живых неба произведет дым, невидимый всеми, покроет всех людей. Это будет страшное наказание. Какое существо преступнее того, кто отворачивается, когда ему говорят слова правды? Кто сбывает поступки, совершенные самим собой? Мы укрыли сердца их более чем одним покрывалом, чтобы они не понимали истины и вложили тяжесть в их уши. Когда даже мы призовем их на истинный путь, то они уже никогда по нему не последуют. И это предостережение для людей. Плеяда нового поколения актеров пришла на экран в середине 80-х, когда отрекались от старых канонов советского кинематографа, разрушались сложившиеся стереотипы и штампы соцреализма. Олег Меншиков, Евгений Миронов, Сергей Маковецкий, Владимир Машков, Евгений Сидихин, Алексей Серебряков, Андрей Соколов, Игорь Ливанов – наиболее яркие представители этого поколения звезд. И среди них самой теневой фигурой поначалу был Александр Балуев. Лишь стремление актера доказать, что он способен сыграть любую роль в любом амплуа, постепенно выделило его из общей массы. Фильмов в те времена снималось мало, а по-настоящему талантливых и вообще единицы. Но уже тогда, в те печальные для кинематографа постперестроечные 90-е стало ясно, на экране появился яркий, необычный, по-настоящему профессиональный актер. Будем мириться. Не будем драться больше. Заживем по-людски, как те два старышки. Целую теперь ты. Целую, чё ты. Тёска что, Николай Угодник? Ты чё, боишься? Боишься, да? Мне нельзя. А ты всё равно поцелуй? Ну, целуй. Целуй. Морда! Целуй! Целуй мордом! Мусульманской целуй! Так появились мусульманин Владимира Хатиненко, где игра Балуева была отмечена множеством наград, в том числе призом за лучшую мужскую роль на кинотавре и премии НИК в номинации роль второго плана. Дальше последовала не менее этапная роль у Юрия Грымова в экранизации повести Ивана Тургенева «Мумо». Роль немого Герасима особенно дорога Александру Балуеву, в первую очередь необычностью характера. Для меня самое большое счастье – молчать на экране. А если посредством молчания тебе удается еще что-то передать, на мой взгляд, это высший класс для любого артиста. Дальше последовала не менее этапная роль у Юрия Грымова в экранизации повести Ивана Тургенева «Мумо» Во внешности Александра Балуева есть какая-то неправильность. Обладая прекрасной фактурой, внутренней силой, крепким телосложением, с такими-то мышцами, как у него, только героев боевиков играть. Но все портит глаза, умные и печальные. Именно глазами и запоминаются его герои. А еще персонажи Балуева обладают неким неуловимым шармом и притягательностью личности самого актера. Так это ты увел мою жену? Да. Она останется здесь. И мальчик тоже останется здесь. Как я уже говорила, Александра Балуева еще в 90-е оценили как профессионального актера. Но настоящая известность пришла после того, как его принял Голливуд. Голливудские фильмы с его участием с большим успехом прошли и в нашем кинопрокате. Надо забрать Гасса. Не успеваем. Поднять давление в трюме. Он же погибнет. Его нужно найти. У меня нет времени на споры. Сядь и успокойся. Включи локадор. У нас почти не осталось топлива. Его нельзя оставлять. Если вернемся, погибнут все. Мы не можем бросить его в космосе. Сядь, Мик, сядь. Успокойся. Александр Балуев сыграл в таких нашумящих блокбастерах, как «Миротворец» с Николь Кидман и Джорджем Клуни, «Столкновение с бездной», с Робертом Дювалем и Ванессой Редгрейв и «Доказательство жизни» с Мэг Райан и Расселом Кроу. Он стал едва ли не первым русским актером, признанным западными продюсерами. При этом Александр Балуев обладает редкой для профессии актера чертой – скромностью. Возможно, поэтому его имя крайне редко появляется в разделах «Светской хроники». Для Александра Балуева всегда открыты двери в Голливуд. Но он, сыграв там в нескольких успешных картинах, потерял к нему всякий интерес. Александр Балуев одним из первых уехал в Голливуд. И одним из первых вернулся на родину. Скажите, пожалуйста, а Мария Корецкая, сотрудник инфокара, ваша бывшая жена? Поставь на место. Извините. Ты что ж думаешь, что я мстил ему за то, что он ввел у меня жену? Я, Корецкий, потомственный дворянин, опустился бы до ревности, к этому полукровке. Мне за Россию обидно. Мои предки в десяти поколениях служили отечеству. Царям, коммунистам все равно. За грех почитали разбираться, хороший царь или плохой. У нас потомственное уважение к власти. Дар угадывать ее врагов и беспощадно наказывать их. Ты даже представить себе не можешь, какой вред мог принести этот Маковский государству, если бы ему не помешали. А помешали ему вы. И я тоже. Сразу после возвращения в Россию в 2000 году Александр Балуев воплотил на экране образ криминального авторитета по кличке Шаман в антикиллере. Первым российском боевике нового поколения, в котором реалии криминального мира переданы новым киноязыком. Детали меня не интересуют. Ты за это бабки получаешь. И за свой пистолет отвечаешь тоже ты. Но если еще раз, слышишь, еще раз... Чего? Руку отрубишь. За антикиллером последовала целая вереница ролей военных. Сурового командира Красной Армии в эпической ленте Станислава Говорухина «Благословите женщину». Контрразведчика в гибели империи. Генерала Скобелева в турецком Гамбите. Командира экипажа самолета, попавшего в плен боевикам в Кандагаре. Легендарного маршала Жукова в одноименном историческом сериале. В фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину» Александр Балуев создал образ сильного, суворого, мужественного, порой чересчур жестокого человека, но при этом необыкновенно обаятельного, в которого сразу же влюбилась вся женская половина зрительской аудитории. У каждого из нас есть свои права. Моё право, придя со службы, увидеть лицо жены без следов слез. Признаюсь, плакала себе. Да. Это твоё дело. Эй, можешь плакать сколько угодно, где угодно, но как только я вернулся домой, ты должна быть умыта, свежа и весела. Понимаешь? Шунечка, я больше не буду плакать никогда. Это не всё. Моё право мужа, вернувшись домой, сесть и пообедать. Усвоила? Усвоила. И мне абсолютно всё равно, из чего ты сделаешь обед. Но обед в этом доме должен быть каждый день, независимо от тревог, учений и даже войны. Это моё право. Поняла? Поняла. Шунечка, я только одного понять не могу. Свои права-то перечислю. А где же мои права? У тебя одно право. Быть любимой. Не менее впечатляет образ командира экипажа грузового судна, попавшего в плен к талибам, который Александр Балуев создал в фильме «Кандагар». Его персонаж Владимир Шарапатов и члены его экипажа, прожив в аду 378 дней, совершили необыкновенный подвиг. Партнёрами Балуева в этом сильнейшем фильме выступили Владимир Машков, Андрей Панин, Александр Голубев и Александр Робок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двести двадцать. Мехнил за собачьи, прибыльного. Двести двадцать пять. Высота тысяча. Скорость пятьдесят. Двести восемьдесят. Восемьсот. Александру Балуеву всегда была интересна работа с некоммерческими режиссерами, такими как Александр Кайдановский, Владимир Хатиненко, Юрий Грымов. С ним работали Егор Кончаловский в «Затворники» и «Антикиллери», Александр Зельдович в Москве, Михаил Пташук в августе 44-го. В характерах своих героев Балуев всегда ищет нестандартные ходы. И уж если они не вызывают симпатию, что редко, то интерес всегда. Месть не вернет вам сына. Я хочу добиться справедливости. Это говорите вы? Вы, который прошел Афганистан? Как боевой офицер согласен. Как отец знаю только одно. Десятилетний мальчик возвращается домой. И четверо подонков убивают его просто так, ни за что. На спор. И что дает им ваше хваленое правосудие? Ничего. Главные роли в сериалах «Каменская», «Моросейка-12», «Нина распада за любовь», «Охота на изюбер», «Олигарх» и «Конец века» принесли Александру поистине народную зрительскую любовь, что всегда им ценилось больше, чем присвоение звания за его заслуги. Отдельного упоминания заслуживает роль фашистского диверсанта Мищенко в военной драме Михаила Паташука в августе 44-го. Безжалостный, хладнокровный убийца с мертвыми глазами. Неужели это Мищенко? Мищенко, 905-го года рождения, ему 39, а этому? Глаза с прищуром, южно-русский говор. Словесный портрет, пожалуй. А может быть, это все-навсего, Елатомцев Алексей Павлович. Капитан Красной Армии, фронтовик, дважды орденоносец, коммунист. Мищенко — это фигура, не говори гоп. Не факт, что это Мищенко. Не факт, что они Неман. Качай, бажи, качай. Лично у меня самые любимые фильмы с участием Александра Балуева — это, во-первых, остросюжетный, ставший уже культовым боевик-спецназ, поставленный мастером приключенческого жанра Андреем Малюковым, на счету которого такие хиты, как «Зоне особого внимания», «Диверсант», «Мосгаз», «Матч» и многие другие. А во-вторых, иронический детектив королевы комедии Аллы Суриковой — идеальная пара. В боевике «Спецназ» Александр Балуев создал образ профессионала-бойца майора Платова по прозвищу «Клип». Для своих ребят он не просто командир, профессионал. Он для них как отец, который делает из подростков настоящих мужчин. Животиками вверх и шуткуем, мальчики! Главные герои сериала «Спецназ» — бойцы и офицеры армейского спецподразделения ГРУ. «Спецназ военной разведки» — это элита вооруженных сил. Но страна не знает своих героев в лицо. Их лица и их работа — это государственная тайна. В картине рассказывается о реальных и в то же время невероятных событиях из жизни спецназа. Каждая серия — новое дело майора Клима Платова и его бойцов. На каждом шагу их ждут новые опасности, новые обстоятельства и новая горячая точка. А-а-а! Ой, ребята, что тут у вас? Вы всерьёз или кино снимаете? Ну, конечно, снимаем кино, а вы тут прям в кадр листы. Клинушка, придётся ещё один дубль снять! Ух ты! Понятно, а как называется? Мы тут ещё немножко потанцуем. Потанцуем, потанцуем, потанцуем. У Аллы Суриковой среди многочисленных талантов, на мой взгляд, есть самый главный. Это умение подбирать идеальную актёрскую команду лучших из лучших. В сериале «Идеальная пара» всё держится на блистательном тандеме Алла Клюка и Александр Балуев. И всё же именно игра Александра Балуева по-настоящему завораживает зрителей. О! Хм! Ещё! Ещё лёдику и щипчики. А щипчики зачем? Для лёдику. Анна Владимировна, ориентируйтесь на барную стольку. Какой-то рито ли приказано раздоить этого старого козла, когда он разогреется? За старого можно ответить. Извините, но текст точный. Ладно, придётся поработать под старого козла. У Аллы Суриковой Александр Балуев создал образ обаятельного авантюриста, который с лёгкостью перевоплощается от бомжа до олигарха. Для артиста это был настоящий праздник. Блистательная возможность показать весь свой актёрский диапазон. Мы идеально подходим друг к другу. Почему бы нам не объединить вашу компанию и мою корпорацию во имя будущего взаимного процветания? Надо подумать. Давайте подумаем вместе. Когда? Прямо сейчас. Ну, мои коробки... Пусть они окажутся сюрпризом для кого-нибудь ещё. Да, скажите, а откуда вы берёте столько кирпичей каждый день? О, Москва! Такой грандиозный стройка! Я на тёлих и хештейданс. Хорошо. Необычайно хорош Александр Балуев и в ролях нежных, тонких, ранимых, влюблённых в романтических комедиях и мелодрамах. Невозможно не влюбиться в его героя в таких картинах, как Нина расплата за любовь, снежный ангел и желание. Я боялся тебя пропустить. Майя, что случилось? Ничего. Я тебя люблю. Я так долго тебя искал. Думал, что уже никогда не смогу полюбить. Скажи хотя бы что-нибудь. Александр Балуев сегодня действительно нарасхват. Все хотят его снимать. А сам артист призывает создателей фильмов. Меньше приглашайте актёра Балуева. Тем самым меньше искушайте его. Но кто же его отпустит? Ведь он такой талантливый, а главное, добродушный и отзывчивый человек. И о нём можно говорить бесконечно. Причина такого успеха в том, что ему удалось найти свою тему. Воплощение на экране образов настоящих мужчин ему нет равных. Обаятельный Балуев – это наше женское всё. Недаром режиссёры так стараются подчеркнуть его мужественную сексуальность при помощи военной формы. Я уезжаю. Через три недели вернусь. За тобой. А едешь со мной? Да. Актёрский диапазон Александра Балуева не знает границ. Ему подвластны любые роли, и поэтому зритель всегда пойдёт на Балуева и в театр, и в кино. Пожелаем же любимому артисту дальнейших творческих успехов. А на сегодня всё. Оставайтесь с нами. До свидания. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok